если скоро лето вокруг меня теплицы кем бы я мог стажироваться подсказка эти люди выращивают растения озеленяют фигуры и вы же видение пальмы но не трудно догадаться о ком я говорю это специалисты управления зеленого строительства и сегодня я буду стажироваться и агрономом и цветоводом и поможет мне в этом марина бабушкина агроном у зс марин здравствуйте какое как сказать оборудование нужно чтобы начать работать горшки кассеты ну естественно земля в которой пикируются высаживаются растения а еще перчатки без них руки пачкаются и кожа сохнет ну так девушки цветоводы говорят медикам себя чувствую ну своего рода да управление зеленого строительства это муниципальное предприятие которое отвечает за то чтобы в городе было красиво специалисты у зс создают архитектурный ландшафт благоустраивают улицы и озеленяют красноярск для этого у них есть целый парк техники теплицы и лесные питомники я стажируюсь лишь в одной из теплиц здесь выращивают десяток сортов цветов которые потом высаживают на клумбы по всему городу теплицы а их насчитывается около десятка работают круглый год немного простаивают только осенью пока их отмывают и готовят к следующему сезону все начинается в конце зимы начале весны так что я попал не слишком удачно все уже посадили но мне как стажеру провели мастер-класс мешайте смесь снизу а зачем перемешивать а потому что здесь все слоями насыпано то есть там земля потом идет песок и торф да да у меня эти туда у меня кулак не пролезает можете пальцами вот так потом досыпаете выравниваете в этот грунт цветоводы и высаживают растения но горшки пока не нужны сначала семечки высаживают в лотки где они прорастают это гранулы то есть семя она находится в специальной специальной смеси в такой сухой то есть обволакивается как оболочка для того чтобы лучше произрастать каждая семечка каждая семечка это вы сами делаете нет это мы не сами семена мы заказываем такие семена в оболочке еще называют дрожжированными а в ее состав входят стимулятор роста питательные вещества и дезинфицирующие препараты это важно и экономит время с деньгами питунья например не очень хорошо всходит а оболочка повышает шансы на успех и уже когда семена проросли пригодятся горшочки с грунтом девочки берут и каждую питуньку высаживают по две штучки в стаканчик если хотите можете попробовать просто туда аккуратно заталкиваю как-то это волнительно это не все так просто землю надо пролить до состояния легкого болотца и только тогда можно начинать пикировку это пересадка маленьких растений в горшки чтобы у цветов развивалась боковая корневая система и в клумбы они попали уже подготовленными к нашей погоде то чем занимаются в этой теплице называется цветоводством это когда выращивают красиво цветущие и другие растения в декоративных целях в общем этим занимаются и дачники но у озеленителей объемы масштабные результаты работы цветоводов используют для украшения парков скверов и улиц для срезки букетов и продажи в горшках цветы подрастают от нескольких недель до нескольких месяцев на этом этапе возни уже меньше нужен свет правильная температура воздуха и вода с опахалом и лейкой вокруг цветов никто конечно не бегает почти все автоматизировано в теплице много ламп на случай пасмурной погоды есть кондиционер и даже отопление это в летний период здесь тепло а зимой здесь холодно поэтому необходимо дополнительное отопление также как и в принципе дома а поливают цветы просто кладем шланг куда надо и все это потому что столы специальные и воду можно наливать прямо внутрь видите она здесь стоит то есть если необходимость слить у нас вот здесь вот есть клапан такой мы его открываем вода сливается хитро и руки можно полоснуть туда можно в теплице долго не то что работать просто находиться не так то просто а летом температура внутри может доходить до 50 градусов так что и график работы у цветоводов особенный 55 минут работаем пять минут отдыхаем и дышим свежим воздухом кислорода здесь мало в принципе и для того чтобы легче было работать и людям дышать мы производим проветривание то есть понятно что углекислый газ нужен для растений но и человеку чтобы здесь работал тоже должно быть комфортно а после перерыва обратно потому что работы очень много для понимания масштаба каждый год в узс выращивают сотни тысяч цветов если собрать их вместе цветы займут 80 тысяч квадратных метров хватит полностью засадить две трети центрального парка но не только обычные растения которые садят в газонах здесь выращивают в конце концов есть еще и вот эти вот зеленые фигуры вы все их видели и вот здесь выращиваются растения для них вот скажите с чего начинается это из семян или как то уже по-другому нет весь процесс начинается с черенкования то есть подготовка непосредственно стеллажи и вот это вот маточные растения с которых берутся вот эти вот черенки высадка цветов только часть подготовки фигур вертикального зеленения перед летним сезоном специалисты поправляют каркас и убирают слой старого грунта затем они наносят новую смесь из земли перегноя и глины толщиной до 10 сантиметров и уже в нее высаживают рассаду а потом накрывают ее пленкой чтобы она прижилась хоть седум и побольше цветочной рассады садить его тоже непросто нужно затолкать в ямку так чтобы и сидел правильно и не сломался в процессе делаете отверстие берете черенок садите туда поглубже все и придавливаете его пальчиками все ну то бишь весь процесс вот так происходит высадки я правильно посадил правильно последить на один квадратный метр фигуры нужно вот так вручную подготовить около тысячи растений а на все 60 с лишним красноярских фигур уходит почти полмиллиона ростков но не цветочками едиными потому что здесь же в узе есть целый выставочный комплекс где можно посмотреть на разные экзотические растения самое главное здесь это не какие-то покупные деревья травы и цветы агрономы вырастили их здесь же в теплицах своими руками ребятишки на экскурсию пришли могут ознакомиться с видами тропическими растениями зонами пустыни со всеми растениями которые у нас существует о а это же можжевельник нет они можжевельник это туя оранжерею или выставочный зал управление зеленого строительства подарила себе на юбилей под одной крышей разместились шесть климатических зон есть и тропики и пустыня и экзотический сад и сибирь оранжерея еще и дополнительный заработок экзотические растения можно купить себе домой а в зал пускают на фотосессии и экскурсии самое поразительное агрономы как-то смогли ничем не отгораживая посадить растения из разных климатических зон по соседству только что мы были в тропиках и вот уже пустыня слушайте это же агава из которой делают и кило и вот с этой зоны тропиков мы переходим в зону пустыни здесь можно допустим зайти на песочек по фотографироваться а стоит сделать три шага из пустыни и мы уже в лесу где-то под ростовом с запоротниками кипарисом и болотцем это изображает вот наш может быть болотцы вот это растение похоже на его у нас как бы можно сказать это средняя полоса если мы по лягушке живут он там ну да почти что уже завелись если повернемся сюда банан да это зона тропического сада сада то есть вот это банан а рядом со средней полосой есть экзотический сад здесь растет кофе банан и мандарины все деревья плодоносят и в нужное время можно даже собрать урожай меня всегда волнует один вопрос жир банан мандарин лимончик можно ли вырасти так чтобы съесть их но лучше вам приобрести маленькое растение у нас и вырастить это дома и кушать то есть в принципе реально дома можно вырастить и съесть да да ну и конечно всем интересно где зимуют красноярские пальмы а зимуют они тоже здесь рядом с этими экзотическими растениями расскажите вот сколько штук 100 здесь 150 зимуют пальмы с пользой агрономы пропалывают суровые сибирские сорняки рыхлят землю подкармливают деревья и подрезают высохшие листья это были листики старые убирают удаляют и они остаются да да это были ли это были листики кора это вот волокна первая уличная пальма на улицах города появилась в 2003 году красноярский бизнесмен подарил ее озеленителям идея всем понравилась и с тех пор цветоводы начали закупать экзотические для сибири растения пальмы туи каштаны и сакуры под одной крышей с пальмами зимуют и другие уличные экзотические растения например туи уход за ними почти не отличается прополоть взрыхлить и подкормить а еще сформировать крону чтобы красиво выглядели и не разрастались а вот им как живется по сравнению с пальмами лучше хуже будем но они нормально здесь вообще приятно что им вообще комфортно а вот отчего деревьям совсем не комфортно и с чем озеленители сталкиваются каждый год так это вандалы горожане с не самой высокой социальной ответственностью ломают ветки и поджигают листья скорой пальм я вообще не понимаю как можно поднять руку на живое растение ну на сорняки конечно мы поднимаем руку но это в целях для того чтобы культурное растение росло а так вот чтобы это же живое существо то же самое что собаку обидеть что кошку обидеть что человека не обижайте пальмами они хорошие сегодняшняя стажировка из разряда тех вещей когда сначала не думал а потом дошло вот казалось бы есть клубы с цветами кто-то их высаживает а оказывается за этим стоит круглогодичный труд людей которые выбирают землю подбирают удобрения включают свет включают вентиляцию выбирают каждый маленький сорнячок с них чтобы потом высадить их для нас с вами на улице города и каюсь грешен было несколько раз что я торопился и пробегал прямо по кумбам по газонам топтал цветы а теперь я посмотрел на это все попробовал сам даже как-то немножко стыдно стало поэтому ребята и вы тоже уважайте людей которые наш город зеленят без них было бы не очень хорошо михаил ленивцев и степан майор новости прямо